В нашей студии мы не раз говорили о миссии Федеральной налоговой службы России. Она ориентирована в том числе и на достижение высокого качества предоставляемых услуг для законного, прозрачного и профессионального ведения бизнеса. Сегодня ФНС предлагает широкий спектр услуг в электронном виде посредством интернет-сервисов, размещенных на официальном сайте. О том, какие налоговые сервисы доступны и как ими пользоваться, расскажет начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по городу Севастополю Татьяна Николаевна Запкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Татьяна Николаевна, прежде чем знакомить нас с сервисами, расскажите об официальном сайте Федеральной налоговой службы. Основной принцип закладки официального портала ФНС России это простой и легкий способ нахождения информации всеми представителями субъектов хозяйствования. Это индивидуальные предприниматели, юридические лица и наши граждане тоже налогоплательщики. Официальный сайт ФНС России действует как собственное средство массовой информации, на которой размещается информация как федерального, так и регионального уровня. Причем информация управлений по субъектам является частью федерального раздела. Все налоговые электронные сервисы размещены на сайте по адресу налог.ру. В случае, если платежщик наберет 92 в адресной строке город Севастополь, то он будет иметь возможность посмотреть информацию региональной принадлежности. Для того, чтобы эту информацию можно было посмотреть, набирая Севастополь 92, высвечивается в адресной строке R92. Это говорит о том, что вы на нашей страничке видите информацию, которая может вам послужить для того, чтобы ответить на некоторые вопросы. А каким же образом севастопольцы могут воспользоваться интернет-сервисами Федеральной налоговой службы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, проведу некоторый экскурс. Всего на официальном сайте ФНС России размещено 39 электронных сервисов. Поэтому, в принципе, каждый желающий может найти необходимую информацию, доступную, качественную, проверенную и достоверную, что немаловажно. Хочу я отметить сразу. Что можно, каким образом воспользоваться? Во-первых, можно узнать свой ИНН. Достаточно часто задают нам такие вопросы. Можно рассчитать налоги. Можно даже зарегистрировать компанию, выбрать систему налогообложения. Признание наших горожан получил сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Уже порядка 27 тысяч граждан пользуются личным кабинетом и всеми его преимуществами. А как же подключить личный кабинет? Достаточно легко. Необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию нашего города, представить в обязательном порядке документ, который подтверждает вашу личность, свидетельство о присвоении ИНН и заявление. По заполнению заявления вам выдается регистрационная карточка, где с логином и паролем, который, в принципе, является первичным. Поэтому в течение месяца необходимо сделать смену пароля на постоянный. После этого вы начинаете владеть информацией, которую, собственно говоря, владеет налоговая служба. Отмечу, что личное обращение налогоплательщика в инспекцию необходимо, потому что существует в налоговом кодексе понятие налоговой тайны, то есть неразглашение сведений. Поэтому, конечно же, нужно засвидетельствовать, что действительно вы обращаетесь с этими вопросами, и это действительно кабинет будет принадлежать вам. Поэтому это очень важно. Есть один момент, когда обращения в инспекцию нет такой необходимости. Это только в том случае, когда человек имеет электронную квалифицированную подпись, которую он получил в удостоверяющем центре. То есть только такая возможность позволяет человеку не приходить в инспекцию. Вот, в принципе, такие нюансы. А в кабинете размещена информация о движимом и недвижимом имуществе граждан с точки зрения уплаты налогов? Да, конечно, размещена. Это и есть главная информация, которая есть в кабинете. То есть существуют разделы. Допустим, разделы начислены. То есть видно все объекты, по которым мы с вами будем уплачивать налоги. Есть раздел уплачено. То есть по сведениям кредитным учреждениям данные поступления необходимых платежей. И сразу хочу сказать, что мы с вами имущественные налоги, транспортный налог и земельный налог будем уплачивать по итогам 2015 года в 2016 до 1 октября. Поэтому здесь есть нюанс, на который мне бы хотелось обратить внимание. Сведения, которые отображаются в личном кабинете налогоплательщика физического лица, они отображаются в соответствии с статьей 85-й налогового кодекса. Это что значит? Это значит, что мы их получаем от учреждений, которые ведут государственный кадастр. И о транспортных средствах это, естественно, отдел ГИБДД. Поэтому только после того, как сведения о имуществе наших граждан внесены в кадастры, только после того, как автомобиль перерегистрирован или вновь зарегистрирован, только в этом случае в личном кабинете появятся необходимые сведения. А в случае, если хозяин кабинета обнаружил, что существуют какие-то неточности и автомобиль, который отображается в кабинете, уже ему не принадлежит, в этом случае он может через личный кабинет обратиться в налоговую службу. После чего должностные лица сделают необходимые запросы в организации, которые этими вопросами владеют, этой базой данной владеют. И в случае, если информация подтвердится, то будут внесены коррективы необходимые. Поэтому это тоже очень важно. Отмечу, что с 1 июля понятие личного кабинета закреплено в налоговом кодексе. То есть наши граждане, проводя какие-то манипуляции с кабинетом, должны понимать, что это все на официальном уровне закреплено, что все документы, которые через кабинет поступают от налогового органа, они являются официальными и не требуют бумажного подтверждения. На сегодняшний день таким документом является декларация о доходах и по форме 3НДФЛ. Поэтому я думаю, что со временем, я даже не думаю, я уверена, что со временем перечень таких документов, конечно же, будет расширен. А действуют ли личные кабинеты для организаций и предпринимателей? Да, конечно. Этот сервис распространяется и на юридических лиц, и на индивидуальных предпринимателей. Что касается юридических лиц, то для его подключения необходимо установить специальный программный продукт, необходимо иметь сертификат ключа, после чего проделать необходимые процедуры и, естественно, зайти в кабинет. Какие возможности он дает? Безусловно, контролировать состояние расчета с бюджетом, видеть начисленные суммы и уплаченные платежи. Безусловно, видеть переплату, какие-то зачеты проводить, невыясненные платежи, которые числятся у платежика в карточке лицевого счета. Кроме того, получать справки о состоянии расчета с бюджетом и об исполнении обязанностей. И, безусловно, еще один известный всем нашим налогоплательщикам и юридическим лицам документ – это акт совместной сверки, что очень важно, и очень часто такими услугами государственными пользуются наши налогоплательщики. Поэтому, конечно, это удобно и стоит такой кабинет иметь. Что касается индивидуальных предпринимателей, то, в принципе, функционал, по большому счету, точно такой же, как у юридических лиц. Индивидуальные предприниматели имеют возможность контролировать процесс налогового администрирования его объектов. И таким образом управлять состоянием расчета бюджетов и принимать необходимые решения. Поэтому кабинетов для индивидуальных предпринимателей у нас тоже уже больше тысячи. И я думаю, что те, которые предприниматели уже освоили этот функционал, они понимают, насколько это удобно, легко и просто. Севастопольские налогоплательщики – новички в российском законодательном поле. И у них по-прежнему возникают вопросы по применению налогового законодательства. Какие сервисы могут быть полезны для представителей бизнеса, в том числе для тех, кто делает первые шаги в предпринимательской сфере? Я бы в этом случае посоветовала сервис «Создай свой бизнес». Почему? Потому что, в принципе, в этом сервисе содержится пошаговая инструкция, каким образом необходимо действовать при желании зарегистрироваться, пройти государственную регистрацию, либо в качестве индивидуального предпринимателя, либо зарегистрировать компанию. То есть, начиная от регистрационных действий, заканчивая выбором системы налогообложения со ссылками на нормативную базу. Это очень важно. Поэтому любой человек, который задумает пройти государственную регистрацию, он может ознакомиться с этим сервисом, еще не будучи налогоплательщиком, и понимать, как ему выгодно, какую систему выгодно и по какому пути он пойдет. Кроме того, проявить должную осмотрительность в выборе контрагента, это уже действующих организаций или индивидуальных предпринимателей, поможет сервис «Риски бизнеса. Проверь себя» и контрагентов. То есть, когда мы выбираем партнера своего, поставщика, подрядчика, мы должны понимать, что это не субъект хозяйствования, который имеет какие-то незаконные схемы и, в принципе, может вовлечь тоже в какую-то незаконную деятельность. Поэтому, пройдя вот этот сервис, обращаясь к этому сервису, можно, собственно говоря, получить информацию, находится ли это юридическое лицо по своему адресу, не зарегистрирован ли он по адресу массовой регистрации, что тоже говорит о том, что есть какие-то нюансы, на которые надо обратить внимание. А кроме того, например, руководитель компании, с которой вы собираетесь заключить сумасшедший контракт, не находится ли он в реестре дисклифицированных лиц. Это тоже очень важно и полезно знать такую информацию. Ну, я хочу сказать сразу, что в сервисе риски бизнеса можно получить информацию, которая есть в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. То есть вообще, состоит ли он на учете. Такую информацию можно получить и в другом сервисе на нашем сайте, в электронном виде, с усиленной квалифицированной подписью, с визуализацией. То есть платящий, когда направляет такой запрос, ему подписывать этот запрос электронную усиленную квалифицированную подписью не нужно, а получит у него именно с такой подписью. И подтверждение на бумажном носителе для него в этом случае не потребуется. Это тоже очень удобно и просто. Есть ли сервисы, имеющие практическую помощь конкретно для севастопольских налогоплательщиков с учетом наших региональных особенностей? В 2015 году специально для севастопольских налогоплательщиков на сайте размещен сервис «Налоговый калькулятор расчет стоимости патента». Значит, любой предприниматель, который и патентная система принимается только индивидуальными предпринимателями, может при выборе системы налогообложения рассчитать, какая же сумма патента будет к уплате. Значит, для расчета необходимо указать вид предпринимательской деятельности, указать период использования патента и количество обособленных объектов. Я хочу сказать, что очень важно, что сервис дает возможность напомнить о проведении платежей патента. Это тоже очень важно. После того, как необходимые реквизиты для расчета будут введены, будет, естественно, выдана сумма, которая на сегодняшний день действует в Севастополе. База налогообложения у нас облагается по ставке 1%. Я напомню, что такая база в Севастополе принята на 2 года, 2015 и 2016 года. Значит, все сервисы так или иначе реализованы для субъектов хозяйствования. А физические лица, обычные, могут ли воспользоваться каким-либо сервисом, кроме личного кабинета? Да, конечно. Есть такой же сервис, налоговый калькулятор, расчет транспортного налога. Я хочу сказать, что сегодня у очень многих автомобилистов волнует вопрос, сколько же они будут платить налог в следующем году. Значит, вот этот сервис, он как раз и выполнил с учетом региональных особенностей, то есть льготы, ставки и так далее. Для того, чтобы рассчитать, необходимо ввести тип транспортного средства, то есть это легковой, грузовой, яхта, самолет и так далее. И год владения, то есть мы с вами сейчас будем рассчитывать, нам налог будет рассчитываться за 2015 год. Далее вводятся параметры мощности, мощность в лошадиных силах и период владения транспортным средством. Вот эти, в общем-то, бесхитростные моменты позволят рассчитать любому желающему сумму транспортного налога и понимать, сколько они будут, в принципе, платить. Однако, сразу хочу сказать, что вот эти данные, они носят ознакомительный характер. Почему? Потому что налоговым кодексом закреплена обязанность информировать всех налогоплательщиков о транспортном налоге, налоговую службу. Поэтому налоговая служба будет до 1 октября следующего года, 16-го года, проинформирует абсолютно всех, кто зарегистрировал транспорт, о сумме, уведомлением, о сумме, которую необходимо будет уплатить бюджет. Ну что ж, время нашей передачи «Естекло». Благодарю за профессионально и квалифицированные разъяснения и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Напоминаю, говорили об электронных сервисах Федеральной налоговой службы России с начальником отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы города Севастополя Татьяной Николаевной-Запковой. Эфир жителей канала продолжается. Актуальные важные темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин